Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Ну наконец-то! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна FM Сентябрь, начало нового сезона Концертного зала в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина Друзья, мы вас искренне приветствуем И действительно очень рады тому, что теперь каждый четверг Здесь в студии, обязательно вечером в 5 часов Будет происходить что-то волшебное Музыкальное, самое главное, настоящее Ну уже представились, да? Тетя Саша, дядя Рома Концертный зал сегодня имени Дяди Вани! Всем здрасте! Иван Вабещевич, Ваню привет! Куда смотреть? А, вот туда! Группа Дяди Ваня Однако Дядя Ваня сегодня Разогнал всех и решил быть Одним На самом деле просто Во-первых, студия, знаете Ну не то, чтобы разгуляться Есть где разгуляться Просто сейчас музыканты заняты Подготовкой к презентации альбома Она пройдет в конце сентября 29 сентября Вот, давай, давай Раз уже зашла речь, сразу же подробно 29 сентября, клуб Москва Совершенно верно Всех приглашаем, всех ждем Это будет презентация нашего нового альбома Которая называется «Люди» Люди, очень просто Для людей, для всех Да, для людей, от людей Собственно, про людей Опять-таки То есть все, что связано с людьми Это там Ну и ребята сейчас просто готовятся Учат партии Да не то, что учат партии Там больше таких технических разных моментов Потому что Не просто хочется отыграть концерт А так уже как-то вот Так, чтобы и синхронизироваться С некоторыми видеомоментами А, это с элементами шоу уже называется Ну да, как бы Конечно Иван, это же получается У вас далеко не первый альбом Третий или четвертый? Это третий Третий по счету, но первый Который издается в России В России Да Вот так-то Спасибо Это приятно нам Конечно Мы размялись, теперь можно Значит ли это, что он первый на русском языке или нет? Нет, он В принципе, мы все песни пишем на русском Это не исключение Вань, скажи, пожалуйста Ты говоришь Мы пишем То есть песни не только твои Ну, наверное, какая-то изначальная идея Изначальный посыл И тексты чаще всего это мои А дальше уже садимся группой И вот Ребята, есть вот такое Басист говорит Нет, давай вот Гитарист говорит А давай еще А барабанщик говорит Все, это фигня Давайте И вот так вот Глядишь, как бы и появляется А потом и так же со словами происходит Да, один говорит Она пьет, курит Нет, давайте лучше просто Она не пьет, не курит Нет, все-таки давайте Пусть она пьет и курит Пусть немного Выдевает и покуривает А потом кто-то добавляет А давайте она еще будет ругаться матом То есть И все Гениально Да Ну, всегда это такое Это коллективный труд Потому что песни Они вроде как Рождаются одними А потом все равно на выходе Они становятся, наверное, лучше Потому что Одна голова хорошо А четыре О, это известная поговорка Конечно Это даже больше, чем две Коллективный разум Да Скажи, ты доволен Вот все-таки результатом Пластинка уже готова Все Как она была задумана Так она и получилась Она не задумывалась Изначально Как пластинка И, честно говоря Даже был момент Когда мы решили Что А зачем выпускать И так далее Но потом Как-то вот все начало Срастаться На то Появились и люди Которые на это сподвигли Люди, которые сделали люди Да-да-да Люди, которые сделали людей И какие-то события И по итогу Наверное, из трех альбомов Это самый целостный По звуку По мысли И даже Так потом получилось Что есть определенная драматургия Начиная с первой песни Которая вот Как-то вот Как-то вот идет И приходит к Финалу Как это было красиво Все показано Нам пора петь Мне сказали Звук режиссера Видеоператоры Первую песню с нового альбома По заявкам уже Зрителей и слушателей Когда же мы услышим Дядю Ваню Понеслась Запускайте Такой эффект Старого радио Ну а потом Постепенно Все вырастает Только на кухне Приходят на ум Здравые мысли Только на кухне Всегда собирались Только свои Винил Винил Звинил Внутри А кассеты Сменили На диски А за окном Узменялись Эпохи И короли Комнатный рок Комнатный рок Сверет стадионы Комнатный рок И пусть трудно порой Комнатный рок В глазах миллионов Снова живой Комнатный рок Комнатный рок Сверет стадионы Комнатный рок И пусть трудно порой Комнатный рок В глазах миллионов Снова живой Живой Мы начинаем искать На поверхности Тайные смыслы Может быть Истина где-то на дне Но не для нас Мы иногда Забываем Ненужные даты И числа Нужное время Не ждем Мы живем Здесь и сейчас Комнатный рок Сверет стадионы Комнатный рок И пусть трудно порой Комнатный рок В глазах миллионов Снова живой Комнатный рок Сверет стадионы Комнатный рок И пусть трудно порой Комнатный рок В глазах миллионов Снова живой Живой Комнатный рок Комнатный рок Комнатный рок Комнатный рок Комнатный рок Друзья, живой, настоящий дядя Ваня. Фронтмен группы дяди Ваня, Иван Вобещевич. Иван, спасибо. Что дядя Ваня, получается, это комнатный рок? Это, в принципе, наверное, это рок-н-ролл, который... Почему комнатный рок? Знаешь, такое отсылка к старым добрым временам квартирников. Так или иначе, все равно вот где-то на кухне рождается песня. Конечно. Она у тебя там крутится, где-то ночью ты, может быть, встанешь, или ты откуда-то пришел, такая мысль появилась, и ты начинаешь писать, а потом глядишь уже к утру, то есть что-то вот, опа, тут что-то написалось. Ну, с квартирников много начиналось и продолжается. У многих артистов иногда даже большие какие-то глыбы собирают квартирники, потому что это особая атмосфера. В этом есть какой-то такой кайф. У нас был концерт, мы специально делали такую акустическую программу, то есть наши песни, и мы ее обозвали «Квартирник». И вот с этой песни начинался «Квартирник», потому что что-то есть такое. Она дает правильное настроение, она абсолютно точно заводит, заряжает, и уже хочется продолжения, хочется движухи. Скажи, пожалуйста, это был эксперимент или, например, команда «Дядя Ваня» и сейчас, например, в 2018 году тоже может сделать «Квартирник»? Можем. То есть это как раз «Квартирник» можем сделать, тем более он уже сделан. А тогда это был такой как бы проба пера. А что самое интересное, ну, именно в плане «Квартирников» и акустической программы, но что интересно, что мы сделали тогда этот «Квартирник», а потом как-то вот буквально через полгода пошла, что ли, вернулась мода на «Квартирнике». «Би-2» сделали «Квартирник», даже Макс Корж делал «Квартирник». Ну, большое шоу, но как бы которое называл «Квартирник». Это в большой квартире. В очень большой квартире, я думаю, да. Вань, все-таки родина группы «Дядя Ваня» — это Беларусь, Минск. Это сегодня группа «Дядя Ваня» — группа мира, и она колесит, гастролирует. Ну, уже, в общем-то, спасибо почитателям. Телевидению, интернету и так далее. Уже больше, чем по Беларуси, уже и в России мы появляемся. Как-то у нас говорят «в ближнем зарубежье». И Литва бывает. Ну, в общем-то... Ну, это во многом благодаря тем композициям и клипам, которые уже есть в интернете, или это благодаря твоему участию в музыкальных проектах, в том числе и в российских, на наших центральных каналах? Сложно сказать, благодаря чему больше, но, наверное, конечно, все-таки появление в телевизоре, там, и когда-то, еще 10 лет назад, на новой волне. 2008 год. Там же специальное какое-то время от Аллы Борисовны Пугачевой. Там появилось как раз имя «Дяди Ваня». Надо рассказать об этом, да. Там как раз было придумано название «Дяди Ваня», потому что была группа «Ван Хельсинг», мы так назывались. Скромно. Ну, как-то вот, ну, почему-то так придумали. Но когда я приехал, опять-таки, один без группы, потому что, ну, формат такой конкурса на новую волну, Александр Давыдович Ревзин, режиссер новой волны, великий режиссер и, можно сказать, такой отец-настоятель, который вот научил, как надо, и который дал дорогу вот в ту жизнь, которая есть сейчас, творческую, я не имею в виду. Он как раз говорит, ты понимаешь, что Ван Хельсинг из Беларуси, это как-то, ну, как-то странно. Как-то too much. Да, слишком too much. Потом, ну, давайте, давайте будешь там, имя, фамилия. Я говорю, да, Иван Вобещевич. На второй репетиции, когда он попытался прочитать в списке Иван Вобещ... Он говорит, так, давайте что-то придумывать. Только один из десяти ведущих справится с первого раза с произношением, это точно, могу тебе сказать, да. Да, Нагиев не всегда справлялся на голосе. Да, что сам, на секундочку, понимаете? Вот, и, то есть, тогда, то есть, там, что-то, как-то так вот, там, думали разные варианты, тут опять-таки Александр Давыдович Ревзин говорит, дядя Ваня, о, а вот теперь давайте это запомним. Вот поклонники Чехова сразу, понимаешь, мы понимаем, где... У них сейчас прям тепло, на душе тепло. Ну, у тебя-то какое ощущение было? Тебе комфортно в тот момент стало? Мне на тот момент стало не то, что комфортно, а я понял, что... Ты тоже был совсем молодой Фарбовый. Ну, мне тогда было 28. 28? Я считал, что я уже вообще взрослый-взрослый. Знающий, понимающий все. Да, я знаю все. Чем дальше, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Тогда, то есть, с появлением вот этого названия дяди Вани, я понял, что это намного более гибкое название, которому, если Ван Хельсинг, ну, по идее, должен играть какой-нибудь трэс, шдэс, метал, там, готика и так далее, это рамки. А дядя Ваня может... Позволит себе все, что хочешь. Но больше любит комнатный рок, да. Друзья, дядя Ваня, да, именно дядя Ваня сегодня угостит программы «Концертный зал». У нас прям коротенькая пауза, после чего мы обязательно вернемся к вам. Студия 89,9. Концертный зал. Дамы и господа, Иван Вовещевич, он же дядя Ваня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим и слушаем хорошую музыку. И приглашаем, конечно, всех зрителей и слушателей телерадиоканала «Страна.ФМ» на концерт, презентацию альбома «Люди», который состоится 26... 29-го. В один... Девятого. Через три дня после... 26-го и так сейчас, хоп, 29-го. Сентября. Это суббота. В клубе «Москва». Это суббота. В 19 часов. Чтобы я не ошибалась, да. Приходите обязательно, потому что... А там можно будет приобрести классные свиншоты, вот эти всякие штучки? Я думаю, да, мы привезем некоторые там... Можно будет приодеться. Свиншоты, майки, кепки. Кстати, кепки вот здесь еще есть. Кепки мы разыграем, друзья. Не просто так смотрите с завистью на эти красивые аксессуары. Мы расскажем, как это сделать. Я очень хочу попросить Ивана продолжить рассказ про 2008 год, про новую волну. Мы уже узнали, как появилось название группы, да, как дядя Ваня, который понял, что он может себе позволить все, что угодно, пить все, что хочет. Что за история связана с Аллой Борисовной Пугачевой? История, связанная с Аллой Борисовной Пугачевой, как раз, то есть тогда это называли, да и, наверное, до сих пор. Есть такое понятие, как волшебное прикосновение Примадонны. Или же волшебный пендель от Примадонны, который запускает... Это одно и то же или разные вещи? Это одно и то же. Одно и то же, так. Любое ее прикосновение запускает артиста в большое будущее. И тогда, при том, что у меня были отнюдь не первые позиции в рейтинге, там, как голосовали жюри на новом волне, она выдает свой личный приз «Золотая звезда Аллы» мне, что, в принципе, как негласно считается, даже, может быть, в каких-то моментах круче, чем Гран-при. И вот с этого момента все началось. Потому что меня признали в Беларуси. Благословила, кажется. А это так всегда, она же дадит успеха к Денину, тогда тебя здесь вознесут. Да, потом, естественно, в России тоже, это же тот, которого сама Алла Борисовна коснулась. Тебе на тот момент 28 лет. Ты уже получил главную премию в нашей стране. Благословение или пендаль, как ты сказал, Алла Борисовна Пугачева, любимой всеми артистки. Ты на тот момент, мало того, что певец, музыкант, композитор, автор слов, КВНщик, шоумен, телеведущий, радиоведущий, ведущие мероприятия. Я могу, мне кажется, продолжать еще, 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 потому что практически нет ничего, где бы не засветился Иван. Вот это в большей степени все как раз появилось после 2008 года. Вот все как бы вот сразу начало вырастать. Надо, чтобы сейчас выросла песня в нашем эфире. Как раз, наверное, из тех времен. И как раз песня посвящена той команде КВН из тех времен, в которой ты принимал активную участие. В которой я играл. Как она называлась-то? Не скажите мне. А вот давайте это показывать. Это же наше задание, конкурс. Да, друзья. Давайте. Запускайте там всякие дудки. Запускайте оркестр. Песни хулиганские, стук колес. Билеты на столики, карты на армии, крестики, нолики, пьян, басист, барабанщик скучает. Эй, проводник, свари-ка нам чаю. Тамбур курить, пыльное лето, души, стаканы, постели из пакета. Пиво и блюз до полустанка. Там чебуреки и новая банка. Катит поезд Питер-Брест. Лето, ночь, в вагоне нет свободных мест. За окном закаты, не порваны краи. Чей-то голос с верхней полки наливает. Снова перрон встречают, целуются, дразнят огни, манят на улице. Но не успеете, недолгие стоянки нам снова в пупе. В консервную банку мы достигли вершин. Разделяем областу, но норвешься на клинки. Станет опасно вернуться назад, вернуться в начало. Снова все по местам, но это достало. Катит поезд Питер-Брест. Лето, ночь, в вагоне нет свободных мест. За окном закаты, не порваны краи. Чей-то голос с верхней полки наливает. Окно и перрон растут, расстояния поезд. Всего лишь зал ожидания. Стой на месте, с родным расстаемся. Мир тронется в путь. Мы лишь покачнем всех, мы лишь покачнем всех. Катит поезд Питер-Брест. Лето, ночь, в вагоне нет свободных мест. За окном закаты, не порваны края. И чей-то голос с верхней полки. Life is life! На-на-на-на-на-на! Life is life! На-на-на-на-на! Наливай! Растолбай! Давай-давай-давай! Вагрук, дурай! Будулай! Билет, пожалуйста, сдаем! Бостей брать будете! Какой привет Валерию Замкову! Бостей не сырая, она стиранная! Санитарная зона, полчаса! Друзья, вы теперь понимаете, какой будет расколбас 29 сентября в клубе Москва на презентации нового альбома группы Дяди Ваня «Люди». Будет! Будет! Друзья, ну и билет у кого-то из вас будет. Мы сейчас расскажем, как можно билеты забрать. Ну, билеты, конечно, можно купить, они еще есть, я надеюсь. Но страна ФМ дает вам прекрасную возможность абсолютно бесплатно. Группа Дяди Ваня дает такую возможность. Да, и, конечно, да, с благословением Дяди Вани. Что необходимо сделать? Вы на номер 8909928189 и 9 смсками через WhatsApp или Viber присылаете правильный ответ на следующий вопрос. В какой команде КВН принимал самое активное участие? В какой команде играл Иван Вобещевич? В основном пел, но тем не менее. Он там, да, отвечал за музыкальную часть. В какой команде КВН? Напишите, пришлите название. В интернете этой информации вы точно не найдете? Не найдете, только через астральные от тела. Вы должны только попасть в архив КВНа. Смотрите, получается у нас шестое. Александру Васильевичу Маслякову, позвоните и спросите. Шестое, седьмое, восьмое, девятое. Сколько у нас всего призов? У нас два билета, то есть на два их, два по два. Два по два. И три кепочки. Потрясающе, красивые, оригинальные. Так что дерзайте, друзья, пишите номер телефона. Начинаем с шестого правильно ответившего, мы будем раздавать. 8909928189 и 9, и пусть победит сильнейший, умнейший и достойнейший. Помнящий. Главное, что помнящий, да, конечно. Могу подсказать, что история этой команды КВН, как уже играющий, закончилась где-то в 2006 году. Вот о этой грустной ноте мы должны прерваться, но ненадолго. Скоро вернемся. Друзья, мы продолжаем. Иван Вабещевич сегодня в гостях у страны ФМ, лидер команды, лидер проекта «Дядя Ваня». Вань, а где-то есть в интернете записи, причем сделаны на центральных каналах, с подписью «Дядя Ваня и племянники». Куда ты их делал? Нет, племянники остались. Живи-здорово, слава богу. Это, наверное, тот случай, когда сначала была группа Ван Хельсинг. Потом появился дядя Ваня, и мы решили, что дядя Ваня и группа Ван Хельсинг. Все-таки не хотели прощаться. Это такое прощание с молодостью, с юностью. Потом как-то «Дядя Ваня» стало более узнаваемое название. Дядя Ваня, уже сменялись некоторые музыканты. Есть текучка кадров в прошлом. Потом это было, давайте как-то еще группу обзовем, ну вот «Дядя Ваня и племянники». Это был скорее такой степ концертный, то есть когда для вас дядя Ваня и племянники. Ну а потом вместе решили, что давайте все лишнее убираем, оставляем просто группу «Дядя Ваня», и пускай так и будет. Сколько сегодня в группе «Дядя Ваня» музыкантов? Четыре человека. Вместе с тобой? Да, вместе со мной. Вместе с тобой. Ну и пятый звукорежиссер — это такой человек за кулисами, но от которого тоже очень много зависит. Конечно. И 29 сентября мы увидим «Дядю Ваню» в полном составе. В полном составе, да. Всех «Дяди Ваня». Всех «Дяди Ваня». Вань, вот тема, которая меня очень интересует, честно говорю, совершенно искренне, потому что она не затрагивалась в нашей студии, ну целых два года, прям со времен появления телерадиоканала «Страна ФМ». Это водоснабжение и водоотведение. Это моя специальность. Честно? Да, я знаю. Ты знаешь, что такое «Аэротэнк». Знаю. Ничего себе. Белорусский национальный технический университет. У вас поздно поздно. Кафедра водоснабжения и водоотведения. Мало того, что у тебя есть этот диплом, так ты еще являешься преподавателем. Я до сих пор преподаю, правда, на четверть ставки, но вот, например, в этом году под моим началом выпустилось 7 дипломников. Вот так вот? То есть 7 дипломированных людей. Скажи, как у дяди Вани проходит вот курс, урок, пара? Вот как она создается? Ты приходишь с гитарой вот так, я так понимаю, садишься. Нет, все то же самое, только без гитары. Ребят, там потом почитайте вот эту лекцию. А сейчас мы будем играть. Вань, скажи, аксессуары на пальцах, это все остается на запястьях? Это остается, потому что это как-то такое. Но редко снимается, ну, разве что только на ночь, потому что гремит. Если преподаватели матнее студенты... Ты не дал ответить Ивану на мой вопрос, пожалуйста. Я прям требую и настаиваю, пожалуйста, как происходит вот этот момент обучения. Тебя студенты видят вот в таком стиле, образе? Да. Серьезно? То есть никаких пиджаков, никаких рубашек? Я езжу на мотоцикле, когда это как бы сезон позволяет. Я хожу в косухе, я, собственно, ну, вот, какой есть. То есть я скажу так, что вот все вот это вот, это как бы, ну... Это не сценический образ. Это не специальный сценический образ. Это скорее то, что вот нажито годами, и оно такое родное. Потому что, ну, наверное, рок, он... Это одна из наиболее честных стадий музыки, в которой специально что-то там придумывать, и в чем тебе некомфортно, это неправильно. И если человеку комфортно, вот, делая свое дело, в том числе и преподавая водоснабжение и водоотведение, если человеку комфортно вот в этом, то пускай это будет так. Я считаю так. Я подумала, как это все-таки умно, хитро и очень мудро, с той стороны. Потому что ведь все, весь поток, все курсы даже, это же все фанаты группы «Дядя Ваня», я просто уверена. И если они видят на афише концерт группы «Дядя Ваня», и кто-нибудь попробует из них не явиться на этот концерт. Ни один зачет, ни один экзамен, и уж тем более диплом, друзья, даже не мечтайте. Нет, просто первый автограф сессии я раздавал именно в зачетке. Да, молодец, абсолютно уникальный случай, я считаю, на сцене. Ну, так получилось. Что мы сейчас послушаем? Давайте послушаем песню из нового альбома, она называется «Любовь». И по поводу этой песни такая маленькая, приятная очень лично для меня предыстория. В коем-то веке мы нашли автора, кроме вот как бы себя, автора со стороны, но который уже стал другом, который понимает, что мы делаем, и на чьи стихи получилось сделать новую песню. Это Игорь Брусенцев, автор Николая Носкова, то есть многие песни Носкова как раз таки... Которую мы уже много лет любим, поем, знаем. Да, и паранойя, и это здорово, и это, ну, можно перечислять долго. И вот по поводу этой песни «Любовь» он предложил, но, скорее всего, это останется стихами, потому что Николаю Носкову очень нравились эти стихи, он даже пробовал сделать из нее песню, но что-то вот как-то у него не срасталось. И как-то вот очень-очень быстро, прочитав, там, вместе сидя за рюмкой чая, я говорю, подожди, дай-ка я вот попробуем сейчас что-нибудь, ну, так, наиграть. Поставил телефон просто на записи, и после того, как я доиграл, он говорит, по-моему, что-то произошло. Родилась песня. Да, так что песня «Любовь». Давайте. Её величество зима Была неюстого, жестока И мир от ледяного шока В какой-то миг сошел с ума Как и длий среди снегов Так одиноко и беспечно По снегу в платье подвенечном По снегу в платье подвенечном Шла сумасшедшая любовь 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 Шла сумасшедшая любовь Она бродила по домам Она заглядывала в лица Но все упрямо шли молиться Чужим языческим богам Сквозь строй простуженных домов Летало эхо, повторяя Она красивая, живая Любовь Но сумасшедшая любовь 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 Но сумасшедшая любовь В душе оттаявшей своей И может кто-то вспомнит вновь Под впечатлением от заката Что ведь была она когда-то Так сумасшедшая любовь Премьера, эксклюзив Браво На телерадиоканале Страна.ФМ Программа «Концертный зал» и «Дядя Ваня» Спасибо Браво Многие девчонки сейчас, конечно, рыдают Они уже бросают вверх чепчики И все, что снимают, и все сбрасают У телевизоров и, конечно, заказывают билеты На концерт группы «Дядя Ваня» Девчонки, 29-я Москва Клуб Москва 29 сентября В 19 часов Приходите, приносите цветы Вас будут ждать артисты Давай напомним задание Потому что есть возможность билеты получить Участвовать сегодня в нашей программе Не только билеты, но и кепки, бейсболки Кое-кто написал ответ Кое-кто? Ну Ну, 25-15, я не понимаю Ответ «ну» Нет, это другие буквы Другие буквы Другие буквы 8-909 Нет, надо задание повторить просто 9-2-8-1-80-9-9 СМС ватсап вайбер Друзья, мы спрашиваем вас В какой команде КВН Музыкальным руководителем был Иван Вобещевич Нет, тоже музыкальный руководитель Участник команды Участник команды, да А я думаю, что можно сделать прям Даже не подсказку, а просто Сообщить явные факты Что? Это команда Вадаминск А, да-да-да-да Да, присылайте Ну, а здесь как-то уже сужается Сужается В качестве призов у нас билеты На концерт группы «Дядя Ваня» И замечательные бейсболки Программа продолжается у нас сейчас И... Следующий музыкальный номер Следующая песня О! Ну, давайте от грустного и... Даже где-то в чем-то трагичном Потому что у каждого была та сумасшедшая любовь Здесь мне не понадобится гитара А у кого-то и сейчас она У кого-то и сейчас, и слава богу Потому что, наверное, когда любовь приходит к человеку Это прекрасно Какой бы она ни была, зато о ней потом приятно всегда вспоминать Даже если она вдруг уйдет Придет другая Это вам говорит эксперт В любовных делах Так вот, наверное, сейчас про другую любовь будет Песня хулиганская, как мы любим Совершенно не похожая на песню «Любовь» То есть забудьте все, что вы слышали до того? Нет, вы помните Но... Но не сравнивайте Наверное, как нормальные гетеросексуальные мужчины Мы с моей группой все равно все пишем благодаря женщинам Потому что они нас вдохновляют Мы их любим И это прекрасно Может быть, за последнее время это уже становится редкостью Но тем не менее, факт Мы староверы Песня называется «Она» Это такое эфирное название А вот полное название «Она пьет, курит и ругается матом» Кто себя узнает, танцуйте около телевизора И радуйтесь Дядя Маля на стране ФМ Ха! А вставать можно танцевать? Да? Она пьет, курит и ругается матом И даже в этом она так совершенна Ее глаза сияют ярче бриллиантов И к ней подход по VIP-приглашению Она открыто говорит то, что хочет И слышит только то, что хочет услышать Ее тон дерзок и немного порочен Она как кошка, что гуляет по крыше Она не бывает одна Она все решает сама Она берет от жизни то, что не дается другим Все деньги мира за нее даст любой замочек Она пьет, курит и ругается матом Ее жизнь ночковых и пьяные лица Вокруг нее богемы и музыканты Софиты, камеры, певцы, донсовщицы Она всегда звезда на глянцевых фото Ее наряды вызывающие яркие Ей давно не привыкать, если кто-то Ей дарит очень дорогие подарки Она не бывает одна Она все решает сама Она берет от жизни то, что не дается другим Все деньги мира за нее даст любой смущек Она 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 пьет, курит и ругается матом И даже в этом она так совершена Ее пугают одиноким закатом Когда захочется бритвы по венам Она уже не мечтает о внуках Когда-то были букеты конфеты Но она держит маску истины На пятки давят свежие малолетки Ее достали те, кто ломятся в койку Кто хочет выше на ступеньку подняться Она бы выкинула их на помойку Нам в эту грязь не хочет снова мараться Ее зовут опять ретейские судьи Она устала быть для всех адвокатов И чтоб не лазить в книгу жизни и судеб Она пьет, курит и ругается матом Она Не бывает одна Она Все решает сама Она берет от жизни то, что ей дается другим Все деньги в миру за нее отдаст любовь к мужчин Она Она всегда, везде и всюду в курсе всех новостей Она хозяйка своей жизни и не только своей Она Не бывает одна Она Все решает сама Она 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 Дядя Раня Брависсимо! Спасибо Друзья, и помните, страна ФМ все-таки призывает вас вести здоровый образ жизни Конечно, особенно на хороших рок-н-ролльных концертах 29 сентября И Ну, во всяком случае Пить, курить Я не знаю, будете ли вы или нет ругаться матом Но Эта песня прозвучит со сцены точно Круга Москва Слушайте Нам уже даже звонят на вот Да что вы говорите? Нет Хотят спросить больше чего? Нет, пишите, пишите, пишите Пишите Друзья, пишите у нас коротенькая пауза После чего мы с огромным удовольствием вернемся к вам Студия 89,9 Концертный зал Друзья, это концертный зал Мы продолжаем И дядя Ваня сейчас споет очень красивую, очень продолжительную песню Да, если вот Семь минут нам сказали, она будет длиться Даже больше, почти восемь А что-то, возможно, ты будешь еще делать в процессе, танцевать или какие-то Нет, это, знаешь, наверное, та песня, которую просто приятно послушать И у каждого найдется что-то свое Подумать о своем Помечтать, вспоминать Если, знаешь, вот сейчас была песня «Она» — это для девочек А вот бывает такое, что под эту песню как раз у мужиков Слеза Такая скупая, да Поехали? Поехали Когда зимою весна, когда поет до темна Когда не рвется струна, когда струна не одна Тогда Тогда Когда твой дом не тюрьма, когда вокруг тюрьма Когда моя сторона, да хоть кому-то из нас Тогда это, тогда это, тогда это Когда в душе нет долгов, а в голове кандалов Когда понятно без слов, когда не надо врагов Тогда это счастье Тогда это счастье Мое Мое простое человеческое счастье Мое Мое простое Мое простое Человеческое счастье Мое Мое простое 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Ну, лидер, но команда Кранч-Петербурга. Поздравляем вас. 62-88 правильно ответили. 72-52 правильно ответили. 80-63. ЧП Минск. Спасибо вам за ваши правильные сообщения. Ну, остальным позвоним, свяжемся. У нас очень мало времени, друзья. Билеты ваши, кепки ваши тоже ждите звоночков. 0-14 тоже все. Вань, скажи, в Минске есть клуб Минск? В Минске нет, по-моему, клуба Минск в Минске нет. А вот в Москве есть клуб Москва. Именно там 29 сентября презентация нового альбома группы Дяди Ваня. Приходите, будем очень ждать. Люди. Начало в 7 вечера, да. Ну, что мы сейчас послушаем? Давайте, есть тогда, можем выбрать, либо песня «Война», либо «Человек-сигарета». Что он будет? Ух, 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 ух. Выберите? Мы не можем выбрать. Давай сам, как автор. Ну, «Человек-сигарета». А, да. Да. Поехали. Долгие ночи, короткие дни. Делай, что хочешь, но мы не одни. Ты ожидаешь, сгорая, как спичка, Не изменяя вредной привычке. «Человек-сигарета». Человек-сигарета, и в руках безысходность, Тебя вроде бы нету, но ты ищешь возможность. Человек-неизбежность, человек под запретом, Да какая-то нежность, человек-сигарета. Кровью по венам живая вода. Все неизменно пути в никуда. Человек-сигарета, и в руках безысходность, Тебя вроде бы нету, но ты ищешь возможность. Человек-неизбежность, человек под запретом, Да какая-то нежность, человек-сигарета. Да какая-то нежность, человек-сигарета. Нет равновесия, прошлое мимо, Все, что не бесит, неразличимо. Между боями короткие стычки, Тебя вроде бы нету, но ты ищешь возможность. Человек-неизбежность, человек под запретом, Да какая-то нежность, человек-сигарета. Человек-сигарета. Дядя Ваня даст вам прикурить 29 сентября в клубе «Москва». Ах, Ваня, спасибо огромное. Большой привет всем участникам твоей чудо-команды, дядя Ваня. Обязательно, уже буквально завтра вернусь к ним. Минску нежайший поклон. Дальше у вас путешествие в Ташкент. С концертом, разумеется. Ну, а там, не знаю, где уж вас еще помотает, но 29 сентября наобещали. Будьте добры, пожалуйста. Ну, а мы теперь... Будем в Москве в Москве. Да, потому что клуб «Москва», конечно, и там именно презентация нового альбома группы «Дядя Ваня». Люди, спасибо всем. Вань, спасибо. Спасибо вам за видеть еще. Спасибо большое. Группа «Дядя Ваня». Спасибо всем тем, кто был у наших экранов и колонок, радио и так далее. Пока да пребудет с вами сила рок-н-ролла. Ура! Счастливо. Спасибо, пока. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо!